Не дуется. Бум-бум-бум-бум. Думали, может, этот пистолет испортился. Нет, вроде дует. В рот засунули, вот, и щеки разорвались. Все, значит, нормально. 8 атмосфер. Туда что не дует, непонятно. Был очень приятный продавец. Он ее, значит, впарил за сотку. Ее, значит, купил, у кого-то привел в порядок все, внешне покрасил ее за 3 копейки. Я говорю, ну, что? Перекупщики творят чудеса. Значит, да, забыл сказать, купили мы машину у самого лучшего перекупщика в мире. Большое ему спасибо. Он сказал, вот, купите машину, еще принесете мне бутылочку коньяка, скажете спасибо. Вот, принесем, посадим. Да, и постепенно начался у меня повышаться расход. Он сказал, расход 10 литров, там плюс-минус. Думаю, о, нормально, ну, старая машина, там, 10 литров, ничего. Вот, я говорю, ну, вот, мы купили тачку. Говорю, посмотри. Ну, там, нормально все, че не? Я говорю, ну, ты нормально все посмотрел? Да, да, я все посмотрел. Ой, господи. Прокладка, прокладка там здоровая. Поменяли, значит, чтобы подсоса не было. Может, там какие-то еще трубки, шмопки, что-то еще, может, там поломалось. Блин, да че за фигня? Че за хрень? А там начинает отверткой тыкать, и там просто ржавчина. Там просто ржавчина, все забито. Даже отвертка туда еле-еле, он там проковырял, значит, ее проковырял. Потом начал уже продувать. Просто выдувается тут какая-то ржавая, такие куски какие-то металла. Какая-то херотня вообще просто вообще непонятная. И бензин, который был в баке, просто ее бак разъел. То есть, бензин просто сгнил бак. Открываем бак, а там тупо он сгнил. Потом начались проблемы с тормозами. То есть, ну, тормозов нет. Как бы машина тормозит еле-еле. А там в стояке, в этом колбе просто черная жижа, и там ржавчина просто. Я думал, блин, ну шо делать, шо делать? Поэтому, если покупаете новые машины, обязательно, обязательно проверяйтесь у людей опытных на одна из того, чтобы в бак посмотрели.